Всем привет! В этом видео я покажу, что делать, если новый SSD M.2 накопитель при внешнем либо внутреннем подключении к ПК или ноутбуку не отображается в проводнике операционной системы. Решить данную проблему довольно просто. Кто не в курсе, для того, чтобы новый SSD при подключении было видно в проводнике, его обязательно необходимо инициализировать. Делается это всего один раз, после покупки, после чего такую процедуру проходить больше не потребуется. Итак, приступим. Начнем все с самого начала. К примеру, у меня сейчас в руках только что купленный новый SSD M.2 NVMe накопитель. И в дальнейшем я собираюсь использовать его, как внешний накопитель, через специальный SSD M.2 карман. Для этого я извлекаю SSD M.2 из упаковки, беру внешний карман под SSD M.2, извлекаю из него плату для размещения на ней нового SSD M.2, размещаю на данной плате новый SSD, после чего вставляю данную плату обратно в специальный карман и фиксирую ее. А далее я беру и подключаю данный SSD карман в USB порт своего ноутбука. Делаю я это при помощи идущего кабеля от него. Обратите внимание, что при подключении нового устройства раздался характерный звук подключения в Windows. Но в проводнике новый SSD накопитель в качестве отдельного диска так и не появился. Что делать в этом случае? В этом случае как раз и необходимо сделать разовую инициализацию нового подключенного SSD, чтобы он отображался в проводнике. Для этого я делаю следующее. Нажимаю кнопку пуск правой кнопкой мыши и захожу здесь в управление дисками. После чего перед нами открывается окно параметров управления дисками. Также здесь автоматически открылось еще одно окно, чуть меньше, с предложением инициализации нового подключенного диска, то есть накопителя SSD M.2, в моем случае. Как видно в данном окне управления дисками, мой новый подключенный SSD отображается здесь как диск 1, перед которым имеется белая маленькая стрелочка, опущенная вниз, в красном кружке. Чуть ниже надпись «Нет данных». Размер моего нового SSD 476 ГБ и информация о том, что он не проинициализирован. Также чуть правее имеется надпись, что его область не распределена. Далее перед инициализацией я проверяю номер данного диска, чтобы он совпадал с номером диска в окне инициализации. После чего оставляю здесь галочку включенной по умолчанию. Ниже нам предлагают выбрать, в какой разметке инициализировать новый подключенный SSD M.2. В разметке MBR или в разметке GPD. Так как с данным SSD M.2 я собираюсь работать в новых версиях Windows не ниже десятки, то я оставлю здесь стиль раздела по умолчанию GPD. То есть оставлю здесь галочку в данном положении по умолчанию. Если вы собираетесь использовать новый SSD в старых версиях Windows, от семерки и ниже, то выбирайте здесь стиль раздела MBR. Итак, с этим разобрались, нажимаем ОК. После чего начинается инициализация нового SSD M.2. По завершению процесса данное окно автоматически закрывается. Также, как видно, в управлении дисками перед диском 1 пропала белая стрелочка в красном кружке. А надпись под ним изменилась. Диск стал базовый. И под его размером появилось слово в сети. Но это еще не означает, что новый SSD теперь появится в проводнике. Чтобы в этом убедиться, сворачиваем окно управления дисками. И как видно, в проводнике новый подключенный SSD пока еще так и не появился. Чтобы он наконец определился в компьютере, осталось сделать еще один шаг. Разворачиваем окно управления дисками. И теперь нам необходимо распределить нераспределенную область моего нового SSD M.2. На диске с нераспределенной областью верхняя окантовка всегда черного цвета, как у меня сейчас. Чтобы распределить область на моем новом SSD размером 476 гигабайт, я делаю следующее. Нажимаю по данному диску в пустом поле правой кнопкой мыши. Создать простой том. Далее. Оставляю здесь разметку по умолчанию. И далее. Оставляю новую букву для нового диска по умолчанию. И далее. Форматирование раздела подключенного SSD M.2 я оставлю здесь также по умолчанию. В формате NTFS. И далее. После чего, как видно, верхняя окантовка нового диска окрасилась в синий цвет вместо черного. А самому диску присвоилась буква F. Вместо надписи «Нераспределена» появилось слово «Исправен». В скобках «Базовый раздел диска». Ну а теперь после разовой инициализации нового SSD и распределения его области, проверяем, отображается ли он в проводнике. Закрываем окно управления дисками. И как видно, в проводнике появился дополнительный диск под буквой F. Это и есть мой подключенный внешний SSD M.2 через специальный карман. Теперь в данный диск можно заходить и работать с ним, как и обычно, с другими накопителями информации. Кому было полезным и понравилось данное видео, поддержите его лайком и подпиской на канал, не забыв нажать на колокольчик. До скорых встреч на моем канале и всем пока!